Так, всем привет! Такая ситуация возникла, только проснулся, а мне тут звонок. Ну, в общем, человек обвиняет то, что он находится в состоянии алкогольного обвинения, в состоянии алкогольного обвинения, и требует денег. Но это все со слов именно гражданина, который позвонил. Хотят тридцатку. Вот я везу тридцатку в виде его друга, с банкомата снявший. Ну, посмотрим, что с этого выйдет. Мне очень интересно. И как раз это специализированное ротосопровождение. Спецрота, как раз тот, кто нам нужен. Баку, много было жалоб. Все, в общем, смотрите, что получилось. Сколько они просят, скажи? Ну, сколько из реальности можно. Ну, пятерку я, может быть, и найду. Ну, я понимаю, что я даже пятерку сейчас не найду. Ну, я так понимаю, что они хотят тридцатку. Угу. Есть возможность записать диалог, который он говорит? Попробовать могу. У тебя на сотном телефоне где-то там же есть? Да, конечно, есть. Кручить диктофон так, чтобы динамик, который пишет, чтобы было слышно, что он тебе говорит. Алло, Вадим. Да, да, да. Это Александр. Я. Да, 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 да. Ну, расскажи, что там. Ты сейчас где вообще? В конце Бобякова. В конце Бобякова. Ага, значит, второй батальон. Так, и что за патрульный автомобиль тебя остановил? Ну, в каком смысле? Патруль, ну, какой автомобиль патрульный экипаж ДПС? Ну, пятнашка белая. Белая пятнашка. А номер у него? Сейчас не вижу, что. Ну, ладно, ладно, давайте рассказывай, что у тебя там. На машине написано спецрота. Угу. А, спецрота это даже. Ага, понятно. Так, ну-ну-ну. Ну, и второй подошел, типа того, что на запах. Ну, садись, будем оформлять. Ага. А что сказали? Звони там друзьям, что. Может, кто займет. А, ну, какие-то подведут, ты имеешь в виду? Да. Подвезут. А сколько они просят, тебе скажи? Ну, сколько ты из реальности можешь. Ну, пятерку я, может быть, и найду. Ну, я понимаю, что я даже пятерку сейчас не найду. Вот. Ну, я так понимаю, что они хотят тридцатку. Угу. Кристиус, подожди. Значит, то есть они ждут, когда ты, кто-нибудь тебе подвезет деньги. Правильно я понял? Чтобы я сейчас сказал, подведут или не подвезут. Ну, смотри, давай знаешь, как сделаем? Ты скажешь, что сейчас, в общем, нашел, сейчас подвезут бабки. Скажи, человек сейчас поедет, единственный, кто смог помочь, деньги сейчас банкоматы снимет и привезет. Только скажи, какую сумму. Сколько, сколько сказать? Спроси, какую сумму нужно. Он пока сейчас идет за машиной, сейчас должен выехать. Вот, скажи, какую сумму... Да подождите, тише, тише. Да, вот, какую сумму нужно будет, и ты мне перезвонишь, скажешь, какую сумму. У тебя есть возможность записать диалог, который он говорит? Попробовать могу. У тебя на сотовом телефоне диктофон же есть? Да, конечно, есть. Включи диктофон так, чтобы динамик, по голосу, который пишет, чтобы было слышно, что он тебе говорит. Понял? Угу. Угу. Все, сейчас вот не подойду. Давай. Сейчас он привезет. Звони, звони, пускай ускоряется. Сиди в машине. Ай? Откуда едет? Сваронжи. Сваронжи, откуда? Варонжи большой. Да я хрен его зайду, сейчас есть. Сиди, есть ты телефон подвергил, да, целый, нет? Чуть-чуть, да. Ну и все, сиди спокойно. Да, что здесь, пусть идёт. Началось. Время идет, там ехать уже надо. Да, там сдернули. Ну, мне, ну, начал позвонить, сказать. Ты ему сказал, нет? Он ждет, спрашивает, сколько надо. Ну, тебя озвучивали уже. Ну, в Москве что-то, что ли? Нет, другой. Ну, а что раньше-то он не занял тебя? Да я за ним даже и не думал. Ты ему не звонил, что ли? Ну, звони ему, говорю. Ты через пофиг. Давай, время, время. Через кофиг, спросил. Едем, езжем. Алло, это опять, Санек. Это самое. Ну, тридцатку снимай. Тридцатку, ага, хорошо, хорошо, хорошо. Через сколько будет? Так, ну, где-то минуток через 15, ну максимум 20. О, отлично, спасибо. Ага, да не за что. Все, давай. Все, давай. Что-то сорвалось. Остался граф 4, 002 номер. А что из граф 4? Там инспектор сидит, ждет с документами. А, там инспектор даже сидит. Вообще круто, понял. Он, короче, надо сразу к нему идти. Понял. Да, потому что эти двое уехали на служебной машине. А это... Ты включи запись на поворот на Сомова, Новый Усмань, правильно? Да, 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 да. Отлично. Сейчас я поворачиваю. А ты на какой машине? Белая Шкода Супер. Ты скажи мне, включи, короче, диктофон, как вот сейчас мы с тобой поговорим, включи запись диктофона и пусть... И в руке держи всегда трубку, понял? Все, хорошо. Если трубку видишь, что я подъезжаю, а не уезжает, подбегает, встанет, преградуем. РАВ-4, вот он, вижу. Все, давай, давай. Вот, прямо к нему. Давай, давай, ага. РАВ-4, вот он. Открыть, пожалуйста, дверь. Здравствуйте. Что вы здесь находитесь? Я ожидаю. Кого ожидаете? Стойте, 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 стой, 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 стой. Так, уехал, уехал. Уехал, 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 уехал. У него моих. Так, звони быстро, отлично. Так. Ну вот что, мы сейчас наблюдаем. Сотрудник полиции сидел в машине и стартанул с документами гражданина. Охренеть! Вот это шок! Сейчас, в общем, мы ближайшую часть звоним. Если ехать из Баби... Все равно Тамбова. Нет, на Тамбов, когда Терпопякова едете. Вот. Да. Да, прямо на перекрестке. Да. Проверили документы. Вот. Спросили, как у меня самочувствие. Самочувствие нормально. Ну, пройдемте в машину. Вот. И начал, говорит, вот, якобы, я вчера там выпивал по пути к машине. Вот. Я якобы выпивал, вот, давай будем оформлять. Вот. Потом, говорит, давай, что ты реально сможешь привезти. Вот. Ну, и как бы остановились на определенной сумме. Нет. Ты уточнишь, что не хотели вести нам это свидетельство? Я не знаю. Он подошел меня, так, как это назвать, издалека. Понюхал. Я говорю, садись в машину. Все. Вот. Не трубку, не трубку я не думал, ничего не делал. Ну, чтобы я привез денег. Да. Ну, я кому-то позвонил, чтобы им подвезли денег. Тридцать тысяч. Да. Ну, соответственно, позвонил сам другу. Вот, который вам сейчас звонил. Да. Да, буквально за минуту, там, может, за две минуты, два инспектора сели в машину, уехали. Всего их было трое. Да, тридцать... Да, все абсолютно в форме. Вот. Двое остановились возле моей машины. Сказали, что мои документы у другого сотрудника, который сидит, ждет в машине. Который как раз уехал. Который как раз уехал с моими документами. Это главное, вот эти документы увезли. Водительская, страховку, ПТС. Ну, все документы на машину. Сейчас. Сегодня у нас 21 февраля 2015 года. Время примерно, когда все произошло, было где-то, в проекте часа дня. А сейчас время 9 минут третьего. В общем, позвонил на телефон на мой, так как был я заявителем, сотрудник службы собственной безопасности. И сказал, что он сейчас подъедет. Вот ждем, 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 ждем. Но меня удивило поведение сотрудника полиции, дорожного патрульного службы, капитана. Который был на своем личном автомобиле и с испуганным лицом нажал, переключил селектор коробки передач автоматической на драйв. И резко нажал на педаль газа. Это поведение... Я лучше промолчу. Вы сами сделаете свои выводы. Я вообще в шоке с происходящим. Он уехал с документами гражданина. Со всеми. Водитель не может даже двигаться. Удивительно. Прошу обратить внимание, что это рота специального назначения. Это рота сопровождения. Смотрим дальше. Сторж упор оперполномочий по особо влажным делам. До 16 ноября подполковник полиции. Замечательно. Приехала следственная оперативная группа. Это кто? Вот, справа, который меня остановил. А, это оба они были, да? Это вот эти двое, которые тебя остановили, получается. Вот оно что. А что это на Ниве они сейчас? А, машину может там сейчас взять регистратор, все это делать. Записи. Можно вас запечатлеть? Добрый день. Ну да, наверное, службный сейчас здесь, да? Ну да, сегодня вылезу. А, патрулька. Патрульный автомобиль в районе. 15, как же он? Да. Ну, потом 4 смены закончились. Так, а кому звонить, чтобы она приехала в отдел Нового Уссена? В отдел Нового Уссена? Да. С нашим группу созвониться. С кем? Кому? Да. Да и ну, или я подоеду, приеду. Есть командирный телефон? Он работает или кто работает? Он ответственный, да? Я не знаю, куда он там. С охраной может приедет. Сейчас он. Я ухожу. Как с охраной? Ну, на охране здания стоит. Вашину тебе бы запреплено. Ну, кто, отцу, сможет с вами приехать? Да, из-за грани, если с ответственностью. Кто, в Холмыске? Сейчас он, я ухожу. И в отделу в этом новом. На ручке? Да, вы уже? Да. Да. Карты памятные, там, на регистраторе где-то. А вы были непосредственно тот экипаж, который остановил данного водителя, правильно я понимаю? Да, я просто не помню, я останавливаюсь. Ну, на том месте вы были? Я лично не останавливаюсь. На том месте вы были. А вот Toyota RAV4, с вами был третий сотрудник дорожной патронной службы, он, вообще, как он там оказался? Без исполнителя. Вы ничего не передавали ему? Нет, ничего. То есть вы его лично с ним не знакомы? Но вы не отрицаете того, что там был сотрудник полиции в следующем автомобиле? Нет, нет, я не знаю. Это сотрудник полиции. Ваши исполнительные. Ну, то есть там не было? Не знаю. Ну, это проще всего сказать, согласен. Поехали. Поехали. Так, ну, снова всем привет. В общем, все закончилось. Почти приехал домой. Закончилось все в 18.30. Да, в 18.30. Я уже оттуда выдвинулся. Ну, так, по порядку, что произошло. Ну, в общем, поступил звонок. Вы его уже слышали. Аудиозапись непосредственно телефонного разговора. После чего я отреагировал, приехав на место. Вы тоже видели последствия по приезду, что было. Смешно, конечно, вот это действие. Кстати, до сих пор РАВ-4, вот 002 номер, сотрудником полиции, дорожной патрульной службы, до сих пор не могут найти. А он уехал с водительским удостоверением и со свидетельством о регистрации. То есть, гражданин не имеет права управления на данный момент. То есть, у него нет документов, которые подтверждают его право. И документы на автомобиль. Как оказалось, страховой полис он передал инспектору, водителю. Еще в начале, потом нашли. Но я понимаю водителя, потому что он на самом деле был в состоянии шока. Вот это все. Ну, непривычно это. Непривычная ситуация. То есть, когда приехал, вот что у нас получилось. Дальнейшее мы вызвали, уже позвонили по телефону доверия горячая линия МВД России по городу Воронеж. И сообщили об этом. Приехали сотрудники ОСБ. Хочу отдать должное сотрудникам ОСБ. Очень корректный, вежливый диалог. Достойный полицейский. Приятно с такими людьми работать. Я надеюсь... Ну, честно сказать, не хотелось бы встречаться именно по таким поводам с ними. Но я думаю, все-таки эти поводы будут. Потому что, ну, как бы... В нашей жизни так получается, что кто-то берет и кто-то дает. Приехали, значит, ОСБ. Дальше приехали следственно-оперативная группа, которая провела все необходимые следственные действия. Изъяли именно с видеокамеры флэш-накопитель. То есть это была карточка памяти, где записано непосредственно, как я подошел. Была изъята тоже флэш-накопитель, карточка памяти с телефона. Когда была запись разговора в патрульном автомобиле этих трех инспекторов. После чего мы поехали в отдел, в Новоусманский. И, кстати, на место, на место туда, где все произошло, вернули тот экипаж. Но почему-то они приехали не на патрульном автомобиле, а приехали на своем личном, на «Шевроле-Нива». Ну, может быть, тоже автомобиль этот какие-то... Процессуальные тоже действия происходят, да, там на тот момент, я не знаю. Вот. Ну, в общем, мы увидели этих двух инспекторов, которые останавливали транспортное средство. И мы поехали после этого уже в отдел Новоусманский. Там я взял комментарий, как вы уже видели. Ну, знаете, может быть, он на самом деле ничего не помнит, а может быть, он все помнит, но вот так вот говорит. На его совести все останется. Я так скажу, мы видим, что на самом деле было, есть тому все подтверждения, есть объяснения, есть показания свидетелей. Вообще все есть, все есть. Осталось теперь, чтобы должностные лица, которые это будут все расследовать, проверять, приняли правильное решение. В общем, у меня обращение о руководству. Проведите, пожалуйста, должным образом служебную проверку. Все ответственные лица за это и те лица, которые в этом участвовали, должны понести наказание в полном объеме в соответствии с законом. Другого никакого не должно быть. Вы, соответственно, смотрите эту запись. А ее посмотрит министр внутренних дел. Я очень на это надеюсь. Это наше официальное обращение в контролирующие органы. Пожалуйста, отреагируйте на эту ситуацию, чтобы реально люди увидели, что закон действует, и закон перед законом все равны. Самое главное, должны все понимать. Мы живем в России, и коррупция есть у нас. Путин об этом говорит, что коррупция есть у нас. Да все об этом говорят. Важно, что президент об этом это понимает. И это очень хорошо. И как с ней бороться? Но все мы понимаем, что все берут и все дают. Да, надо с этим бороться. Но есть такие моменты, когда стоят ради того, чтобы взять. Провоцируют на нарушение, обвиняют в том, чего нет. Вот в таких моментах мы окажемся рядом. Тогда, когда вымогают, тогда, когда нет нарушения и вымогают деньги, мы окажемся рядом. Позже я объявлю свой телефонный номер. Даже так, давайте не позже. Давайте мы сделаем так. У меня есть в соцсетях страница ВКонтакте. Кому необходим мой телефонный номер в случае таких вот интересных ситуаций, неоднозначных, даже, скажем, однозначно-однозначных ситуациях, могут мне написать в личку. Я напишу этот телефон свой, по которому, может быть, само связаться. В общем, ждем. Ждем мы теперь ответ официальный, что будет. Я надеюсь, будет освещение этой ситуации в средствах массовой информации. По телевидению, может быть, в газетах. Нужно всем подключаться к этому. Придать этому событию максимальную огласку. Чтобы виновные лица понесли на самом деле законную ответственность. Все должно быть по закону. Всем огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте. Мы очень вас будем рады там видеть. Пишите личку, номер телефона свой обязательно дам. Но только в случае реального беспредела. Можно будет позвонить. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok